Находила стулья на помойке. Это название было бы еще с такой небольшой смешинкой. То есть у них по-другому мозг работает. Они думают, как технически это реализовать, а ты думаешь, как это красиво сделать. Там модель замоделировал, напечаталась, достал, продал. Забавное мемное слово, такое русское. Мы живем в довольно одноразовом мире. К чему это относить? Как к качественному дизайну? Или как к реплике, которая повторила культовый какой-то предмет? Привет, это Круглый стол. Сегодняшний формат встречи от школы дизайна и технологии BangBang Education. Начинаем обсуждение с того, без чего невозможен ни один круглый стол, а именно без предметного дизайна. Меня зовут Алена, я автор медиа-каталога WarAlt. Искутировать я буду с Валерой, промышленным дизайнером Ябурет, и Наташей, основателем проектов Yellow Line и Yellow Line Studio. Наташа, расскажи, пожалуйста, про ваш проект, про вашу дизайн-студию, чем вы занимаетесь, как к этому пришли. Началось все где-то в 2016-17 году. Я жила в Германии, поступила в университет, архитектурный факультет, хохшуле Дюссельдорф, в Дюссельдорфе. Отучилась там где-то полтора года, не закончила и вернулась в Россию. Пока жила в Германии, как бы непосредственно на учебе, все, что происходило вокруг меня, все связано с архитектурой, и на архитектурой с малыми формами архитектуры, с дизайном. Там был выставочный дизайн. Ну, короче, очень много всяких смежных дисциплин. И в свободное время, по выходным, Европа, Германия, куча винтажных всяких блошиных рынков. Вот. Я в свободное время очень много посещала блошиные рынки, закупала всяким винтажом, посудой. Потом в 2018 году я решила вернуться в Россию. И у меня из Дюссельдорфа в Москву ехала фура, забитая помимо тем, что было как бы просто моими вещами. Переезд, такой целый маленькую квартиру я перевезла в Москву обратно. У меня как бы идёт две линии параллельные. Это моё обучение, всё, что связано с архитектурой и дизайном, и куча вдохновения, которые я получила от прямого как бы соприкосновения с винтажом, с классическим дизайном, каким-то там околоколлекционным. Не всегда это там супер какие-то дизайнерские штуки, но тем не менее большая насмотренность, которую я привезла, грубо говоря, из Германии. Параллельно занимаюсь винтажом. Параллельно у меня появляются первые проекты, дизайн-проекты. Там несколько квартир я сделала, то есть это прям первые такие шаги по дизайну интерьера. И прям сразу с корабля на бал, как только я переехала, спустя месяца два ко мне пришли ребят, которые, собственно, открывали, запускали ровесник-бар, и я им сделала как бы такой дизайн-проект «Бара-ровесник». И это был такой толчок, начало именно моей работы как дизайнер-интерьер. Всем привет! Меня зовут Валера, я дизайнер компании «Ебурет». Я в проекте нахожусь не с самого его начала, а последние полтора года, и, наверное, это самые лучшие полтора года в моей жизни. Сам проект начался с «Ресайкл-проекта». Собралась группа энтузиастов, которые хотели создавать мебель, хотели создавать декор и так далее с помощью материалов вторичного производства. И постепенно эта компания единомышленников разрослась, построили самый первый принтер, и, собственно, зародился и был напечатан самый первый предмет. Вообще мы занимаемся как проект печатью на большом промышленном 3D-принтере. Мы печатаем мебель, печатаем интерьерные объекты, печатаем из вторичного полистирола. Компания наша сейчас находится на таком своем очень активном росте. И мы рады, что можем нести дизайн, можем нести что-то новое в интерьеры людей, создавать классный предметный дизайн. Я сам промышленный дизайнер, себя я так называю. Я сам строитель по своему первому образованию. И примерно сразу же, как только начал учиться на инженера, понял, что всю жизнь мечтаю и хочу посвятить себя дизайну и в какой-то степени искусства. Начал параллельно учиться. И также мой путь как дизайнера начался с интерьеров, потому что параллельно я пошел учиться в Штиглица и отучился там на художественном проектировании интерьеров. И такой симбиоз технического образования и творческого помогает мне сегодня делать предметный дизайн. А теперь, когда все знают, кто есть кто, предлагаю немного поговорить в целом о предметном дизайне. У Yellow Line и Бурета очень узнаваемый внешний вид, то есть их ни с чем не спутаешь и точно не назовешь другую компанию. Я бы хотела начать, наверное, с Yellow Line, чтобы вы рассказали не только про то, что вы делаете, в частности, про ваши бокалы, которые, наверное, такие флагманские предметы вашей компании, но и про винтаж, который у вас продается. Ну, я все-таки начну с винтажа, потому что сама идея бокалов мне пришла после того, как я нашла бокалы, точнее, два вида бокалов. Есть такие у гуся хрустального в 90-е, они делали бокалы в Германию на экспорт. И были такие креманочки розовенькие, и у них такое, я не помню, называется сатиновое, что ли, стекло, или такое морозное, когда шероховатое трогаешь. И мне женщина, которая, оказывается, там проработала какое-то долгое время на заводе, рассказала, что вот был период, когда они именно в Германию делали эти бокалы. Они были там такого сиреневого, никаких таких кислотных, честно говоря, цветов, но вот эти вот розовые креманки, они просто были вообще нереальные. Потом ещё, по-моему, Чехословакия, богемия, тоже делали такие бокалы. Тоже они были на кривой ножке. Они такие, как фламинго, что ли, их называют, или что-то такое. И я подумала, блин, мне нужны свои бокалы. Я хочу, чтобы у меня был какой-то свой предмет, придуманный, собственно говоря, мной, но как бы вдохновлённый такой омаж вот этим вот бокалом, которые мне нравились. Мы сделали какую-то там примерную 3D-модель. То есть мне хотелось, чтобы это была кривая ножка. Но я не понимала, как работает в целом вообще технология художественного гутного стекла вот этого. То есть я тогда не понимала, как вообще это делается. Мы сделали чертёж и отправили. Там был какой-то лонглист сначала, мануфактур стекольных. Кто нам может это сделать? По-моему, в Китай даже отправили. Потом всё, этот список сократился, да, примерно там трёх мастерских. Вот. Но самая такая, которая... Да, приезжайте, сейчас попробуем сделать. Это вот ребята оказались, с кем я сейчас работаю. Это первая стекольная мануфактура. Ребята сидят на электрозаводе. И, собственно, вот уже три года мы сотрудничаем только с ними. Мы пришли со своим чертежом, с рисунком. Ну, они такие... Там прекрасный Володя есть, кем я уже три года. Это как бы... У нас от ненависти до любви мы постоянно. То с ним ругаемся, то он такой, да ты со своими бокалами, да у меня тут вообще заказы, плафоны, там, не знаю, большие объёмы. Я такая, сделай два бокала, сделай десять бокалов, пожалуйста. Вот, и они при нас сделали... То есть они прям вот несколько таких тестов было. Сделали разные высоты ножки, разный там изгиб. Оказывается, что сложно, например, есть там прозрачная масса, да, стекло. Есть там цветной порошок, который замешивается в прозрачную массу. Что ты между собой... Это очень сложно, на самом деле, соединить, склеить. Что ты не можешь взять там определенное количество и из этого потом вытянуть, и вот тебе бокал готов. Если это не форма, которая заливается, там, крутится. Там ещё история забавная с цветом. Ты приходишь к нему, говоришь, хочу розовый. Он такой, типа, мы сделали. Достает, там, показывает фотку. Красный бокал, просто красная ножка. Он такой, ну, розовый. Я говорю, ну, нет, это не розовый. То есть там вот с этими ребятами вообще с производством очень сложно донести там какие-то оттенки, цвета. То есть у них по-другому мозг работает. Они думают, как технически это реализовать, а ты думаешь, как это красиво сделать. В общем, ну, собственно, вот она история с пункта А. Вдохновившись винтажными бокалами, мы пришли к выпивши бокалом. А как я придумала название? Это такая личная персональная история. Там, как бы, просто очень забавное мемное слово. Такое русское, знаете. Мне показалось, что пьяная ножка, она, ну, короче, прямая какая-то такая ассоциация. Забавное слово, которое потом разлетелось, наверное. Как-то так. Круто. Если честно, даже не думала, что вот эту изогнутую ножку так сложно сделать. Ну, то, что не каждое производство за это возьмётся. Не потому, что её сложно сделать, а потому, что они такие, зачем, ну, мы не будем на это тратить своё время. Типа слишком мелко? Ну, типа, да. Как бы партию, там, 100 штук или, там, 500, когда ты делаешь форму, да, чего-то готовую, ты сначала изготавливаешь форму, и потом, ну, уже, как бы, штампуются, да, бокалы. А именно то, что ручная история, они же каждую ножку вручную тянут, как бы. Это по времени долго, каждую ножку отдельно сделать. Ну, то есть просто люди не хотят заморачиваться. А, Валера, ты не мог бы рассказать про ябурет? Наверное, про ваш самый первый продукт, вот, стул-стол ябурет флагманский розового цвета. Как вообще это всё получилось? Почему такая форма? На самом деле было много экспериментов, когда был поставлен первый 3D-принтер, собран, и одна из моделей, которую придумала Оля Найдёнова, собственно, сейчас она один из основателей данного проекта и его генеральный директор. Была придумана форма, была напечатана, и, собственно, всё довольно банально. хотелось сделать универсальный продукт, который бы был многофункционален, выполнял несколько ролей и стал бы очень удобным и классным. Его название исходит из его же формы. Это табурет в виде буквы Е. То, о чём рассказывала Наташа, что производство и дизайн дизайн, в нашем случае это всегда очень связанные вещи. Когда была придумана модель ябурета, все модели передаются далее оператору, оператору 3D-принтера, человеку, который непосредственно запускает печать, который следит за всеми процессами. и файл, который нужно было перебросить на флешку для того, чтобы загрузить её в робота, оператор назвал ябуретом, потому что это табуретка в виде буквы Е. И от промышленности, от способа производства и технического момента взялось это название. Оно было довольно случайным. Название может звучать несколько провокационно, но по сути таковым не является, и компания изначально планировала выходить на международные рынки, и название ябурет, оно достаточно хорошо звучит с любым акцентом, в любом произношении, английском, французском и любом. А для русскоязычных покупателей, пользователей это название было бы ещё с такой небольшой смешинкой. Я бы хотела застроить такую тему, как устойчивый и долговечный дизайн. Сколько вообще вы применяете такое выражение, как устойчивый дизайн, к тому, что делаете? Концепт всего, что еллайн, вообще всё, что связано с еллайн, всё, что мы делаем по своему дизайну, всё, что связано с винтажом, как бы предполагает то, что ты покупаешь то, что ты потом можешь либо оставить после себя, либо, грубо говоря, это какая-то инвестиция. И, собственно, мне кажется, что когда люди покупают что-то винтажное в нашем магазине или какие-то предметы, объекты, они их рассматривают как маленький предмет искусства, например. Когда мы рассуждаем о переработке или рассуждаем о том, чтобы меньше потреблять, в первую очередь в своей компании мы ставим на первое место дизайн, потому что он меняет представление людей о вторичных материалах в первую очередь. Мы продаём и стремимся позиционировать себя больше не как ресайкл-проект, который делает что-то из переработанного материала, а в первую очередь, который делает качественные и нужные людям вещи. В будущем при идеальном раскладе хочется, чтобы вторичные материалы стали просто пунктом в составе любого продукта, а не были какой-то диковиной. И менялось представление об этом. Мы стремимся к минимальному количеству материалов в своём продукте. Это упрощает его дальнейшую переработку. Можно взять целый ябурет или целый продукт нашей компании, измельчить его и заново пустить в производство. Из него даже можно напечатать новый ябурет. Но есть ограничения, например, по печати. Это довольно сложный технологический процесс, и печатать бесконечно из одного ябурета новые ябуреты сложно. Они будут выглядеть не так хорошо, а из-за того, что они будут выглядеть не так хорошо. Их жизненный цикл уменьшается, их меньше покупают, и меньше он вовлечён в жизнь людей. Мы как молодые промышленники, которые создают сами, которые строят своё оборудование, которые придумывают технологии. Часто мы придумываем технологии под материал. Для нас в первую очередь дизайн. Вообще я с вами согласна, потому что, честно говоря, я нахожу выражение «устойчивый дизайн» немножко странным, и я употребляю выражение «функциональный дизайн». Ну, то есть то, что пришло ещё из Скандинавии и до сих пор живёт и продолжается. То есть любая мебель, любой предмет, текстиль в первую очередь должен выполнять свою функцию. То есть, грубо говоря, у дизайнера есть функция, допустим, стола, дивана, чашки, и он должен этой функции придать форму. Дизайн, внешний вид предмета – это первое, что бросается человеку в глаза. Все остальные вещи этого предмета человек, наверное, даже и не должен видеть. Просто предмет существует и живёт рядом с ним, и выполняет свои функции, которые дизайнер в его вложил. Ну, то есть в идеальном мире предмет должен создавать и инженер, и дизайнер, чтобы не было перекосов в какую-то одну сторону. Дизайнер должен уметь и знать практически всё. Ему не обязательно разбираться в тонкостях, но он должен представлять, как производится, как создаётся, какие процессы, какие тонкости. Он должен очень много аккумулировать себе информации и из этого всего собирать готовый продукт. Дизайнер – это не тот человек, который делает картинку. В моём медиа есть рубрика, которая называется «Цена за единицу». И эта рубрика возникла из-за того, что люди часто писали про высокие цены на локальную мебель и предметы. Вот. Я бы хотела спросить у вас, из чего складывается цена за предмет или мебель в ваших брендах? Это часто звучит в отношении нас, потому что людям часто может казаться, что производство мебели из 3D-печати – это довольно простая технология, при которой загрузил, там модель замоделировал, напечаталось, достал, продал. На самом деле цена предмета часто зависит от количества этапов, которые он проходит от задумки до его реализации. Это что касается стоимости непосредственной производства, себестоимости предмета в материале, в часах работы и так далее. И на примере нашего производства уже из этих факторов складывается довольно большая цена. Это и материал, и работа, время, стоимость оборудования и еще бесконечное количество факторов, которые я даже не смогу все вспомнить, потому что не всегда их держу в голове. Но у нас есть четкие схемы расчета того, сколько стоит наш предмет. Предмет, который произведен, сделан качественно, хорошо, который рассчитан на долгие-долгие годы эксплуатации, его стоимость в какой-то мере распределяется на весь этот промежуток времени. И если взять совокупности все дни, года, десятилетия, которые прослужил этот предмет, то его цена кажется уже не такой большой. И в целом мы живем в довольно одноразовом мире, где предметы служат ограниченное количество времени. Зачастую это один раз потребление и конец жизненного цикла продукта. И предметы, служащие такому разовому потреблению, всегда, естественно, строят намного дешевле, чем качественный и долговечный продукт. В нашем случае, например, цена на бокал, мы тоже такие комментарии получаем. Это как бы сложный ручной труд, художественное стекло, очень трудоемкий процесс. Каждая, как я говорила, каждая ножка делается вручную. Я всегда... То есть у нас есть карточки, которые мы прилагаем к продукту, к бокалу, где написано вообще процесс создания вот этого объекта. И что к этому нужно относиться как к скульптуре, то есть как к арту какому-то. И, соответственно, это еще одна добавочная стоимость того, что художник произвел такую арт-единицу. А вообще, на самом деле, из, ну, как большинство считает, высокой цены на локальную или дизайнерскую мебель вытекает еще одна проблема. Люди выбирают покупать реплики. Как вообще вы относитесь к репликам как дизайнеры? С одной стороны, реплики — это плохо, потому что есть как бы авторство, да? И нельзя брать чужой, нельзя брать чужой дизайн и копировать его и зарабатывать деньги на чужом продукте. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, что, например, для массы, для аудитории, возможно, это один такой способ узнать и приблизиться к каким-то, грубо говоря, правильным формам дизайна. Вот. Но это такой, возможно, спорный тезис. Но я могу просто привести пример того, что люди часто, мои клиенты, заказчики часто на авито находят реплики каких-то известных культовых ламп или стульев. И они спрашивают, можно приобрести. Нет, условно говоря, такой суммы на кресло или на стул, но есть возможность взять какой-то консольный красивый стул либо ноу-нейм, либо реплику, которые там в хроме очень красиво выглядят, и использовать его в интерьере. Вот вопрос. Как бы с одной стороны, это реплика. Просто, например, в Италии были дизайнерские стулья, и ты до сих пор можешь имена где-то найти, дизайнеров, которые их спроектировали. А есть какие-то даже там 60-х, 80-х годов предметы интерьера, которые в очень похожем дизайне были сделаны, но это уже как реплики, либо очень близкий какой-то дизайн. И, собственно, такие предметы, они стоят, у них цена ниже. Но при этом как бы обывателя, там, человека можно познакомить с неплохим дизайном. Вот как бы моя мысль. Ну, вообще, мне кажется, что если, условно говоря, в твоей квартире или твоем доме стоит какой-то коллекционный один-единственный предмет мебели за, там, условно говоря, какие-нибудь 300 тысяч рублей, а все остальное куплено в каком-нибудь, ну, не вас-маркете, ну, короче говоря, не очень такое дорогое и достаточно некачественное, это как будто бы не очень правильное распределение ресурсов. Ну, то есть, тут не идет речь про то, что, вау, круто у тебя, там, коллекционное кресло или какое-то классное кресло от именно производителя изначального, а как бы, ну, как будто бы это будет вызывать вопрос, типа, зачем, ну, зачем, ради чего. Ну, да, ну, то есть, масс-маркет, что, если мы, допустим, что-то какое-то время назад покупали Zara Home, да, к чему это относить? Как к качественному дизайну или как к реплике, которая повторила культовый какой-то предмет? Ну, Zara же в целом известна тем, что она копировала не только в области дом, ну, как бы, домашних предметов, но и одежды, очень такие известные бренды, это в целом их, ну, политика, и как будто бы уже в мире мод это не так, ну, и, наверное, не только в мире мод это не так осуждается. Ну, то есть, все приняли правила этой игры, такие, ну, да, окей, вот, но, тем не менее, они таким средним сегментом остаются. Откровенная реплика, плохо, но очень похожий какой-то объект, вдохновленный, то есть, там, 50-х годов, когда в это же время фабрики делали похожие предметы, и они как бы массово расходились. И это уже, допустим, винтаж, это какой-то такой уже объект желания, тем не менее, то есть, люди видят, там, стул муравей и хотят его, и это все равно, допустим, 70-й, но не оригинал. На мой взгляд, реплика или подделка, она запирает у производителя, изобретателя и человека, который придумал и создал данный продукт, ценность, когда продукт становится массовым, дешевым, а в него было вложено много сил, и бренд, который выпустил этот продукт, выпустил его по такой цене, потому что у него есть своя аргументация этой цены, он занимает свою позицию на рынке, то, для каких людей он делает этот продукт. Вот. То, что касается в целом взаимствований и копий, здесь вопрос действительно с точки зрения дизайна дискуссионный в какой-то степени, потому что формы и способы производства изобретены. Условно, когда появляются консольные стулья из гнутых труб в конце, в середине прошлого века, эта технология становится общедоступной, и люди могут создавать мебель по этой технологии и делать свои уникальные проекты, делать стулья в своих компаниях, создавать свой дизайн. Европа сделала много культовых форм мебели и предметного дизайна. На основе этих форм сформировались компании, которые производили это и продают. И не всегда это дорого. Это качественная дизайнерская мебель, которая существует на рынке, она конкурирует с другими мебельными производствами, и она не всегда недоступна. И человек может позволить себе дизайн, и не всегда это стоит кучу денег. Гораздо важнее, чтобы это было действительно настоящий предмет. Вообще интересный вопрос. В России сформировалась уже вот эта аудитория, и какой это процент вообще людей, которые такой, вот, это дизайн, там, кресло, я готов себе его купить и наслаждаться этим дизайном коллекционным каким-то. Потому что, мне кажется, кстати, вот такие как бы бренды, там, не знаю, если взять абстрактный, я онлайн, ябурет. Это такой, как бы, доступ людей вроде как бы как предметному, да, дизайну, но ты можешь все равно себе его позволить, грубо говоря. У нас в России сейчас очень активно формируется такой рынок. Спрос на дизайнерскую и красивую мебель растет. Люди покупают, люди начинают смотреть, людям нравится хорошее, люди растут с точки зрения своего вкуса на потребление продуктов и дизайна, и мы в том числе являемся теми самыми людьми, которые этот дизайн создают. Мы удовлетворяем потребности людей в дизайне и в интересных вещах. При этом же всем мы формируем и вкус людей, и их потребности. Вот, как сказал Вальтер Гропиус, что мы формируем архитектуру, а архитектура потом формирует нас. Я хочу сказать, что это актуально все еще только для больших городов, потому что здесь есть на что смотреть, здесь есть куда ходить, здесь есть где наблюдать ваши предметы, допустим, в кофейнях, в каких-то дизайн-пространствах и так далее. А в большинстве регионов для людей вот такая мебель, она даже вызывает не столько вопросы к внешнему виду, ну, типа, что, как это использовать, куда это поставить, сколько к тому, что они привыкли к другому. Ну, то есть, может, это прозвучит очень громко, но вот в частности и медиа помогают людям как-то, знаете, ну, не то чтобы развивать свою насмотренность, но предлагают им варианты того, как может выглядеть. То есть, как это может выглядеть в интерьерах, как вообще мебель может выглядеть, как может выглядеть декор, посуда и так далее. Все это рано или поздно доберется, мы формируем этот вкус. Если посмотреть на дизайны интерьеров квартир, начало нулевых, это прямо отдельный стиль сформированный. У людей начали появляться свободные деньги, люди начали их тратить на себя, начали понимать, что нужно сделать себе хорошую квартиру, хороший ремонт, но при этом, как таковой насмотренности и вкуса сформированного поколениями у людей не было. И начался формироваться вот этот пласт людей, у которых уже есть деньги, уже следующее поколение начало расти на какой-то базе. И уже здесь начинается вкладывание этих средств в развитие дизайна тем, что человек уже смотрит не просто, что вот появилось, у меня есть деньги, я это куплю. Все равно что, просто потому что могу. А здесь уже у человека появляется выбор. Мы уже разговариваем о том, что стоит ли покупать реплику, или стоит ли покупать оригинал. И что важнее, но в общей массе это очень положительная тенденция. Когда локальный дизайн и вот те предметы, которые мы делаем сегодня, когда это станет обычной нормой массового производства, можно будет сказать о том, что мы перешли вот эту черту, когда дизайн стал обычным потреблением. Мы ездили с друзьями в Питер, и палаты как раз открылись относительно недавно тогда. И вот у них как раз палаты, они же собирают локальных всяких производителей мебели, классных дизайнеров. И там стоял, я помню, на стенде первый... Ну, как бы, Yellow Line не просто так название Yellow Line, потому что, ну, во-первых, сам ябурет состоит полностью из желтой такой линии, которая печатается. Вот, и когда я увидела желтый ябурет, я сказала, что он нужен мне. И, кстати, мне интересно, чем отличаются старые модели от новых, но это, возможно, ты потом можешь рассказать. Отличие в качестве, в качестве печати, которое сегодня мы получаем, от качества поверхности, от формы, от состава красителя, цвета. Сегодня наши предметы не выгорают на солнце, не колются, не мьются. И прошел такой путь эволюции. На самом деле даже есть такое огромное желание забрать этот старый желтый ябурет и снять, как они изменились, как он эволюционировал, каким он стал сегодня. Это вот про жизнь, даже в какой-то степени про жизнь дизайна, как он эволюционирует. Очень интересно. Я думаю, что мы его заберем. Если не согласишься, то мы его украдем. Договоримся. Договоримся точно. Не розовый будет теперь. Кстати, вот а как вы относитесь к сотворчеству? Ну, то есть, ну, коллаборациям, если уж так модно говорить. Делали ли вы их в своих брендах? Ну, в моем случае, в принципе, мне кажется, вообще все, что выпускает Yellow Line, это все маленькое сотворчество, маленькие коллаборации. Это все, я повторюсь, мастера, какие-то локальные производители, к которым я прихожу с идеей и предлагаю попробовать ее реализовать. То есть, это постоянные какие-то маленькие коллабы. Например, вот подсвечники падал, DPD, архитектурное бюро. Они сделали классные, красивые подсвечники из нержавеющей стали, они такие зеркальные. И мы, поскольку с Ксюшей основательницей бюро знакомы, я говорю, давай сделаем в желтом-розовом цвете. Она такая, а давай. В итоге получилось. Также там зеркала, которые у нас есть, мы тоже с мастерской футур-архаикой сделали. Ну, даже со стекольщиками, они уже сами порой делают какие-то предметы и присылают мне фотки такие, а давай вот попробуем что-то такое сделать. Я говорю, классно, давай докрутим, и это будет баночка для, не знаю, косметической, для хранения. Или давай докрутим, и это будет креманка, бокал. Поэтому в моем случае это вот постоянные маленькие такие коллаборации. То, что, допустим, мы сделали креманки с Тинькофф, с проектом «Город тут», это тоже такая как бы коллаборация, потому что, с одной стороны, это был мерч Тинькоффа, с другой стороны, это все-таки был написан «Еллайн креманка». Очень горжусь этим. А, кстати, выпьемши мы делали отдельные цвета для Яндекс.Ремесел, какое-то время продавались. Когда только Яндекс.Ремесла запустились, был дроп наших бокалов. Так что... Да, на самом деле это в современном рынке, если можно так выразиться, дизайна распространенная форма взаимодействия через коллаборации. Но то, что сказала Наташа про сотворчество, это прекрасно, когда такое возможно. И я, наверное, бы разделил у себя эти два понятия сотворчества и коллаборации. Коллаборация зачастую бывает таким маркетинговым инструментом, когда один бренд приходит к другому бренду, и они вместе взаимодействуют. У этого есть положительные стороны, такие как обмен аудиториями, различные другие маркетинговые инструменты, взаимный пиар. И в целом зачастую получаются красивые и классные вещи. Но сказать, что это полноценное такое сотворчество, часто бывает, что не так. А когда приходят именно за сотворчеством, когда люди приходят с идеей, вы вместе обсуждаете, делаете что-то. К нам в Юбурет, например, люди приходят. Приходят и большие бренды, сделают совместный продукт, совместно его продвигать, совместно делать. Эти люди хотят именно маркетингового эффекта добиться от такого взаимодействия. Но когда приходят бренды или просто покупатели гражданские, если можно так сказать, то там процесс сотворчества и такого свободного дизайна, он гораздо шире, когда есть какая-то задача, и которую нужно решить, придумать объект, придумать форму, придумать визуал. Это всегда в два раза приятнее, чем просто маркетинговое взаимодействие. Хочу добавить. Очень часто в бренде, в команде есть вот эта творческая единица, которая в целом, в принципе, выпускает классные идеи, классный визуал, съемки. Допустим, у меня почти вся лента, это все мои фотографии. Все, что я делаю на пленку, на телефон, либо съемки, которые продюсируем, но это все равно на таком небольшом уровне, но я слежу за визуалом. И вот когда ты видишь, что в бренде, вот по-любому такое себе представляешь, кто же у них вот этот вот человек, который все придумывает. И когда вот, мне кажется, в одном бренде этот человек встречается с другим человеком в другом бренде, и они реализуют что-то творческое, то есть искренне, это всегда видно. Классные коллаборации, которые такие, вау, всегда видно. Когда это коммерческая история, что там, условно, не знаю, кто-то пришел, сделайте для нас вот в своем каком-то таком стиле, давайте сделаем коллаборацию, выпустим, это такая какая-то, ну, прям видно спродюсированная история, которая не имеет какой-то души, что ли. Вот. Ну, как бы я это всегда вижу, и к нам тоже приходят запросы каких-то тоже крупных брендов, а давайте сделаем на вас вот это, а на нас вот это. А я порой просто даже не нахожу в себе ресурса, потому что мне нечего выдавить, грубо говоря, мне как бы не очень интересно. Я лучше это оставлю для себя, чем сделаю что-то без души. Полностью согласен. Когда приходят какие-то встречные предложения по каким-то коллаборациям, создать для кого-то продукт и так далее, сейчас мы, например, внутри нашей команды тоже сконцентрировались больше на том, чтобы тратить усилия и ресурсы на разработку своего и для себя, для того, что ты будешь вкладывать свою идею, мысль, посыл и так далее, чем бесконечно делать для кого-то. И, ну, опять же, если это коллаборация, то это такой начинается уже маркетинг, когда просчитываются и прикидываются выгоды взаимодействия этого стоимость, сколько ресурсов будет в это вложено и какой из этого получится фидбэк. Это, наверное, больше работа маркетинга, скорее. Дизайн там зачастую занимает не первую роль. Давайте, наверное, поговорим про то, как вы двигали свои предметы, потому что лично я ябурет первый раз увидела в слое, бокалы выпившие я увидела как раз-таки на каком-то маркете. Вот. Поэтому расскажите, как вообще складывалась ваша маркетинговая стратегия, если она была, или это получилось все случайно? Вообще в ябурете до недавнего времени не было как такового маркетингового дела и людей специально, которые бы занимались продвижением везде и вся. Ябурет изначально начал двигаться по немного иному пути, и он стартовал во многом как фэшн-бренд. Это связано с тем, что Оля, найденного основательниц бренда, она долгое время работала в модной индустрии, работала стилистом в съемках и так далее. Наш ябурет начал появляться не в подборках мебели или каких-то мебельных ресурсов, а больше как интересный проект. Он публикался в различных журналах, люди стали его искренне хотеть. Он начал появляться у различных знаменитостей в их соцсетях везде. И люди просто сами его покупали и сами рекламировали. Когда пришел маркетолог к нам в команду, она сказала, что вам можно писать книгу, как продвигаться, и чтобы вам за это платили деньги. Поэтому получился на первом этапе такой рост, потому что предмет двигал сам себя. Ну, у нас вообще такая же ситуация. Просто я сделала бокалы. Я, поскольку бывший пиарщик, пиарщица, такая думаю, ну, надо отправить блогерам, наверное, надо... Отправила блогерам, все начали фоткать. Как-то тоже само собой все произошло. Не было тоже никаких... Как ты сказал такое умное слово? Маркетинговые расходы? Маркетинговые расходы хорошие, да. Мой директор по пиару, Маша Наконечная, она всем своим друзьям, журналистам, тоже отправляла бокалы, дарила. Ну, хотя люди уже знали о бокалах, им просто было приятно получить в качестве подарка. Поэтому... Эль Декорейшн на тот момент сами написали. Такие, давайте мы напишем про вас. Кстати, я вспомнила вот недавний кейс. Может быть, вы знаете про Машу Минагарову и то, что у нее есть шоу на Ютубе позавчерашние новости. И вот буквально в последнем выпуске засветился подсвечник ДПТ. Как выяснилось, потом она сама его приобрела, но ребята увидели, подсуетились и отправили ей еще. И вот она как бы таким образом сделала им такую бесплатную классную рекламу. Поэтому тут и не подгадаешь, откуда придет интерес со стороны публики. потому что Ксюшины эти подсвечники я отправляла. Ого! Просто, да. Интересная история. Не знаю, года два-три назад она у меня покупала прям по многу всего. Я ей отправляла. И потом в какой-то момент я купила очень классный на парижской бложке набор чайный. И она такая пишет, беру, а у нее все время там, типа, беру, покупаю. Я говорю, давайте я вам отправлю. Ну, и, соответственно, сами понимаете, что отметите. И в этот момент была у меня как раз Ксюша, и она говорит, давай тоже подсвечник положим. Я говорю, да без проблем. Блин, представляете, в итоге не отметила нигде ничего, хотя мой набор светился в каких-то даже рилсах. И я даже писала, ну, что, когда ехал, ничего не разбилось. Да. Так что иногда с инфлюенсерами есть некоторые инфлюенсеры, которые, которые, с одной стороны, вроде как согласны и с удовольствием получают, но потом отметок так и не дожидаешься, и по этому поводу у себя в голове, конечно, галочку ставишь. У нас была тоже забавная история, но она более позитивная. Тоже мы отправляли ябуреты, дарили разным блогерам, лидерам мнений и всякое такое. В итоге отправили один ябурет. Насколько я помню правильно, что он дошел и был отправлен Гоша Карцу, вот, а потом через какое-то время нам пишет Александр Рогов и такой, а мне? в итоге, в итоге его включил в свою подборку перед Новым Годом подарков на Новый Год и опять же мы заплатили и бурет отправили, как бы все маркетинговое взаимодействие. Вот, поэтому на самом деле это вот все эти моменты, то, насколько востребованный дизайн у нас в стране сейчас, насколько люди его хотят получать, вот эти феноменальные, на первый взгляд, успехи, которых получается достигать, они в том числе из-за того, что рынок и люди, они ждут, они хотят, они смотрят и уже есть потребность в этом. Какое-то время мода, да, фэшн, вся индустрия, она была такая немножко перегретой, то есть все становились стилистами, дизайнерами, одежды, все как-то, сейчас как будто все подуспокоились, потому что просто научились делать качественный продукт, сейчас уже никого не удивить, просто новым классным брендом, качественным пошивом, там, хорошими формами, а дизайн, вот он начинает только такими яркими вспышками, я думаю, что мы тоже немножко все подуспокоимся скоро, и тоже в спокойном формате будем воспринимать что в России делают и есть хороший дизайн, мне кажется, кстати, очень важным моментом является участие России в международных, в том числе, ярмарках, там, в Милане и там, в Париже, на Мазон-Абже мы можем принимать участие, подавать заявки, и это очень важно все равно показывать, что в России наконец-то появился хороший дизайн. Вот этот резкий поток открытого рынка в конце 90-х годов, он как раз-таки, открыл этот поток всего, и в какой-то степени, мне кажется, он успел немного подпортить вкус тому поколению, которое в нем находилось, а сегодня он уже обретает более такую стройную форму, большую образованность, потребителя, очень радует эти процессы на самом деле, вот, потому что это означает, что вокруг нас будет больше красивых вещей, качественных вещей, будет более осознанное потребление и приведет нас к прекрасному будущему. Хочу поблагодарить всех за классную дискуссию, и я была рада принять участие в этой беседе, вот, и дальше желаю вам только масштабироваться и двигаться вперед.